Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Новые места для карапузов. Новый детский сад «Матрешка» готовится к открытию. Планируется три группы. Планируется для детей возраста трех лет. Пластик не утиль. В исправительной колонии строгого режима в поселке Заводском бытовым отходам дают новую жизнь. Основная задача исправительной системы это в том, чтобы осужденных наших трудоустроить. Снова дым из-под колес. Финал городских соревнований по дрифту прошел во Владивостоке. Всегда хочется как можно больше количества участников, чтобы было есть с кем побороться, чтобы было больше заездов. И для зрителей лучше, и для соперников. Также в выпуске проблемный объект. Конкурс на благоустройство Пушкинского сквера срывался два раза. И еще раз скажем, полосатый праздник. Во Владивостоке начался прием заявок на участие в шествии на День Тигра. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Во Владивостоке готовится к открытию новый детский сад «Матрешка». Детсад будет работать в здании бывшего ведомственного детсада завода «Эра» на улице Муравьева-Амурского, 4. Сейчас завершается масштабный ремонт. В нем будут работать ясельные группы, в которые войдут 60 детей. Подробности в нашем следующем материале. Здание бывшего ведомственного детсада завода «Эра» на улице Муравьева-Амурского отремонтировали и готовят к открытию. Новый детский сад под названием «Матрешка» примет 60 малышей двухлетнего возраста. После того, как детский сад стал муниципальным, его масштабно отремонтировали. В данный момент остались работы по установке АПС, видеонаблюдению, ну и мелкие работы еще по установке оборудования. На площадках уже установлены теневые навесы. В ближайшее время здесь появятся горки и качели. Фасад здания также привели в порядок, покрасили и оштукатурили. Уже заменена водосточная система. Кроме того, рабочие построили эвакуационные выходы. То есть был проведен полностью ремонт всех групп, полностью ремонт пищеблока, прачечного и всего помещения, всех помещений. Планируются три группы для детей возраста двух-трех лет. Напомним, летом 2018 года руководство завода «Эра» приняло решение о закрытии своего детсада. В результате 80 детей остались без детского садика, а десяток педагогов без работы. В ситуацию вмешались городские власти, которые предложили родителям места в муниципальных детсадах. Педагогам же предложили работу в системе городского образования. А здание детского сада после обследования было решено восстановить и открыть в нем ясельные группы. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Школу в селе Береговое на полуострове Песчаный масштабно отремонтировали по поручению главы Владивостока. В школе установили пластиковые окна, закупили мебель и компьютеры и установили новую систему пожарной безопасности. Огромная работа была проведена по организации питания. Напомним, что в этом году в школах и детских садах Владивостока прошли ремонты. Подробности далее. 35 учеников теперь могут полноценно заниматься спортом в новом спортзале, обедать в комфортной столовой, опознавать информатику с помощью современных компьютеров. Масштабный ремонт и закупку оборудования в школе номер 49 в селе Береговое провели в этом году по заданию главы Владивостока. Закуплена мебель, закуплены учебники, закуплены компьютеры новые. И хочется отметить, что более 11 миллионов рублей вложено в эту школу в настоящее время. К началу учебного года в школе в селе Береговое установили пластиковые окна, новую систему пожарной безопасности, закупили мебель и компьютеры. Огромная работа была проведена по организации питания, сделали буфеты столовую, заново оборудовали санузлы. В связи с тем, что в школе негде было заниматься спортом, решено оборудовать в одном из кабинетов небольшой спортивный зал. Такого ремонта здесь не было много лет. Мне кажется, столовая это намного лучше, чем бегать домой. И спортзал в плохую погоду, чтобы не просто сидеть в классе. Школа за лето очень сильно изменилась. И стало более красиво, и может быть даже уютно и удобно. Новые парты, стулья, компьютеры по информатике, новая аппаратура – это очень удобно. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – процесс непрерывный. В этом году традиционно в школах и детских садах Владивостока прошли ремонты. Было закуплено необходимое оборудование, мебель и инвентарь. А в некоторых учреждениях ремонт еще продолжается. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Благоустройство сквера имени Пушкина, расположенного прямо под Золотым мостом во Владивостоке, до сих пор не могут довести до конца. Администрация Владивостока дважды объявляла электронный аукцион, чтобы найти подрядчика, который завершит благоустройство территории. Но поиски не увенчались успехом. Напомним, Пушкинский сквер сравняли с землей при строительстве мостового перехода и возродили в конце 2018 года. Но после первого этапа строительства появились только большие планы, которые так и остались на бумаге. Власти обещали привести сквер в надлежащий вид к лету текущего 2019 года, но так и не сумели найти подрядчика. Власти сами признают, что сквер имени Пушкина – проблемный объект. 12 сентября закрылся третий аукцион. Его сумма – 21 миллион. Но отошел ли госзаказ кому-либо, власти не сообщают. А на данный момент состояние сквера оставляет желать лучшего. Деревянный настил плотно усыпан листьями, повсюду мусор, а на ступеньках амфитеатра периодически спят подозрительного вида личности. Мы будем следить за ситуацией. Банк России готов поиграть с жителями Владивостока. В субботу, 28 сентября, в Дальневосточном главном управлении Банка России можно проверить свои знания о финансах в игре «Монетный двор». Познакомиться с историей отечественных денег и современными финансовыми технологиями. В рамках мероприятия также пройдет необычный финансовый квест. Подписывайтесь на наш канал.